Футбольный клуб «Луч Энергия» вновь не поделил победу со своим соперником. На выездном матче с аутсайдером чемпионата, нижнекамским нефтехимиком, приморцы заработали свою пятую ничью подряд. Матч начался довольно активно и практически до конца так и не потерял в скорости. Счет был открыт уже на 29-й минуте. Антон Килин вовремя оказался в штрафной соперника, получил мяч и обыграл вратаря. Радость приморцев была недолгой, всего через пару минут нефтехимик ответил практически таким же голом, который забил Мулин. В дальнейшем игра пошла более жесткая. Множество нарушений и штрафных ударов хоть и обостряли обстановку, однако результата не приносили. В итоге 1-1. Ничейные результаты хоть и приносят приморцам по одному очку, однако этого недостаточно, чтобы держаться в верхней части турнирной таблицы, пока «Луч Энергия» находится на 12-й строчке. Следующий матч «Желто-синий» проведут в Москве, где 17 апреля встретятся со «Спартаком-2». Командное первенство Европы по бадминтону прошло во Франции. Там встретились юные спортсмены в возрасте до 19 лет. В групповом этапе сборная России одержала три победы из трех возможных, обыграв Финляндию 3-2, Болгарию 4-1 и Турцию 4-1. Затем она продолжила победное шествие в четвертьфинале, сухой обыграв сборную Нидерландов. На всем пути национальной команде помогал приморский бадминтонист Павел Коцаренко. Он, выступая в паре с Родионом Алимовым, одержал важную победу над спортсменами из Дании и в итоге со своими русскими коллегами взял серебро соревнований. До золота, увы, не дотянули. Наша сборная, оказавшись в финале, вышла на Францию. Россияне попытались навязать борьбу, но соперники оказались сильнее. Несмотря на это, такой результат был достигнут впервые. Еще никогда ни одна из наших сборных не наносила поражение многолетним лидерам европейского континента. На выезде отличились и приморские грибцы. В Краснодаре завершились чемпионат страны и всероссийские соревнования по гребле на байдарках и каное. На первых официальных стартах в этом году ведущие спортсмены страны проверили свои силы перед началом сезона. В соревнованиях принимали участие грибцы с квалификацией не ниже кандидата в мастера спорта и немало уже 15 лет. Успешно показал себя на воде известный приморский каноист и 12-кратный чемпион мира Иван Штыль. На 200-метровой дистанции в каное-одиночке Иван завоевал серебро. На этой же дистанции, но только в байдарке, в десятку лучших вошел еще один наш земляк Егор Капров, занявший седьмое место. Также отличились наши уроженцы в параллельном зачете. Там в лидерах оказались Николай Червов, Кира Степанова и Алия Алмакаева, которые в общей сумме завоевали семь медалей различного достоинства. Максим Яковлев, Новости спорта на 8.